МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс проводится уже по действующим проектам, поэтому сегодня мы сможем не просто увидеть и узнать, какие проекты реализованы в нашем регионе, но и какие проекты можно пролонгировать и продолжить реализацию в следующем периодах. Сегодня в презентации участникам дается возможность обосновать свои проекты, доказать их значимость. Проекты касались развития культуры, адаптации детей с ОВЗ, экологии, семейных ценностей и других социально значимых направлений. Я представила проект «Культурный код Омского при Артыште». Он направлен на познание Омска и Омской области через культуру, через искусство, посредством мастер-классов и художественной выставки. Идея еще возникла в сентябре, когда мои художественные работы заметил один из преподавателей университета и предложил устроить изо-студию в нашем университете. Так возникла идея. Марина Карабаева представила на суд экспертов проект «Образовательная площадка комплексного формирования личности «Зеленая школа». Уже четыре года на его базе работают развивающие студии. В течение года проводятся мероприятия. Каждое лето в рамках «Зеленой школы» организуют семейный лагерь «Ветви Омска». Проект такой кооперативный, сообщество родителей. Поэтому он как нельзя более подходит именно на премию «Мы вместе», потому что реализуем мы его именно всем сообществом родителей. Это объединение родителей, которые неравнодушны к тому, какими вырастут их дети. Потому что мы понимаем, что будущее наше зависит от того, какими будут наши дети. С воспитанием и обучением детей задержкой речевого развития и ограниченными возможностями здоровья связан проект Татьяны Землиной. Реализовать инициативу женщина планирует на базе уже действующей в Эдесском районе студии «Яросту». Наша студия занимается подготовкой детей к школе, ранним развитием ментальной арифметики, скорочтения, курсы подготовки ОГЭГ и репетиторства по школьным предметам. Хотелось бы добавить сюда... Мы все занятия проводим с обычными детками. Хотелось бы добавить сюда детей, конечно, необычных, которые я назвала категорией. Мы открыли эту студию «Династия педагогов». Это, конечно, очень большая редкость. Три поколения педагогов, которые готовы себя посвятить детям. Итоги регионального этапа подведут до 1 октября. Победители станут участниками международного форума гражданского участия «Мы вместе», который пройдет в Москве с 1 по 5 декабря.